с именами русских солдат. Такие же инициалы указаны и на пулемёте. Сам экипаж БМД скрылся. Почти 20 дней в Луганске нет света, связи и воды. Выехать из города можно только на автомобилях. Из-за боевых действий здесь прекратили курсировать автобусы. Люди пешком добираются до станции МЧС, чтобы позвать на помощь. О гуманитарной катастрофе в Луганске Анастасия Пугач. Жительница Луганска показывает подвал своего дома, где вместе с соседями прячется от арт-обстрелов. Жильцы многоэтажки говорят, им ещё повезло. В их дом попала мина, застряла в стене и не разорвалась. Ещё один снаряд упал прямо на рядом стоящую школу. Здание выставило в годы Великой Отечественной войны. Сейчас уцелела только столовая. Вон, видишь, вот эти упали балки. Снаряд упал на крышу. Вон вверху, и балки посыпались. И крыша выдержала. Это споржал вверху. А вот это вот столовая. Вот снаряд, видите, на крышу и вот сюда ударил. И на крышу. И споржал упал. Пожары охватили весь Луганск. Вот бывает один из гаражных кооперативов. В городе нет связи. Люди пешком добираются до станции МЧС, чтобы позвать на помощь. И два круга, четыре гаража. Это мой гараж. Там стоит Нива. Вытолкать не успели? Да куда вытолкать? Снаряд попал прямо в крышу. Пробил крышу и загорелось там все внутри. Жимся спать. Я неизвестно, проснемся или нет. Слов нету для возмущения. Что здесь, военные объекты. В центре Луганска сегодня снаряды угодили в жилые дома на Советской улице. Одной из главных магистралей города. Если несколько дней назад интенсивным обстрелом подвергалась у нас восточная часть города, то теперь дошла очередь до центра города, центральная его часть. Есть разрушение жилых домов, есть разрушение объектов инфраструктуры. В том числе под обстрел попала территория одного из храмов в самом центре города. Этот храм построили всего два года назад. До военного конфликта в нем еще велись отделочные работы. Сегодня на территории церкви от прямого попадания снаряда загорелась одна из построек. В Луганске уже почти 20 дней нет света, а воду люди набирают из поврежденных снарядами труб. Нечем помыть руки, нечем помыть, вообще что-то даже приготовить, возможности нет никакой без воды. Люди ходят с Вергунки, с кварталов, с городка, приходят тут набирают воду, потому что воды нету в домах. Нету. Вот. И кто должен за это отвечать? Тем, у кого не осталось денег, местные предприниматели раздают воду и продукты бесплатно. Я кормлю всех. Мало того, в моем доме, у меня хороший дом, я в доме сделал скважину, вода. Я бесплатно раздаю воду всем своим соседям. Луганчане признаются, больше всего мечтают о том, чтобы в городе наступил мир. Мира, мира хочу, больше ничего. Я хочу спокойно жить и все. Хочу зарабатывать деньги, как мы зарабатывали. Нормально детей воспитывать, поднимать их на ноги. Душа болит за любимый город, за свою родину.